Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как привлечь внимание мужчины снова, если уже рассталось совсем недавно? Вопрос здесь заключается, наверное, в том, в первую очередь, из-за чего порасталось. То есть, привлечь внимание мужчины выглядит несколько с таким упором, как будто бы вы друг друга, не знаете, еще. То есть, ну вот, как будто вы друг друга только-только узнаете нашего. А на самом деле это ведь не так. То есть, вы уже совершенно очевидно друг друга знаете. Вот. И совершенно очевидно, что у вас уже есть какой-то опыт отношений. У вас уже есть и, в общем-то, конфликтная история. То есть, ну, история... История конфликтов у вас есть. Вот. И, наверное, наверное, Так просто привлечь внимание мужчины, пожалуй, что уже не получится. Потому что у вас есть история. Другой вопрос заключается в том, Что если вы хотите привлечь внимание мужчины, То вы видите его только как мужчину. Это большая проблема. На мой взгляд. Потому что, если вы видите мужчину только как мужчину, Если вы видите в мужчине только мужчину, Только мужчину. Вот. То это проблема. Это проблема. Потому что, на мой взгляд, Это довольно существенно ограничивает восприятие ваше. То есть, это существенно ограничивает то, Как вы друг друга воспринимаете. Вот. Именно вот. Это ограничивает то, Как вы воспринимаете его, Как он воспринимает вас и так далее. Поэтому, Я бы рекомендовал, наверное, Во-первых, Обратить внимание на Причину расставания. Это первое. То есть, из-за чего расстались, В чем суть расставания вашего, да, И так далее. Это первый момент. И второй момент. Это то, что если привлекать Его внимание, да, То, пожалуй, Никак, Не как Мужчина Привлекать его. А привлекать его Больше, наверное, Как человека. В этом смысле. Вот. Ну, то есть, Больше Интересоваться им, Больше интересоваться им, Как человеком, Как Личностью. Вот. И Привлекать его Именно Личностными Качествами. Именно личностными качествами. Именно на личностном Уровне Это делать. Вот. То есть, Именно на уровне Личности Запускать Взаимодействие С человеком Вот. Так, чтобы Ну, наверное, Ему нравилось, Чтобы вам нравилось. Вот. Чтобы Вам было хорошо И чтобы Ему Тоже было 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 хорошо. Вот. Я бы, Я бы, наверное, Вот Как-то 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 Вот так Наверное Это бы Описал. Я бы так Наверное На это бы Обратил Внимание Ваше Вот. 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 Ещё очень важно На мой взгляд Отдавать Себе Какой-то отчёт Вот. А в том Вот Если вы Хотите Привлечь Внимание Человека Да То Зачем Это Ну, зачем Зачем Вы это Делаете А почему Вы этого Хотите То есть Это Тоже Такой На мой взгляд Очень Важный Момент Потому что Одно дело Если вы Хотите Этого Для Себя Да Вот одно Дело И Другое Дело Если вы Вот Хотите Этого Для Него Вот То есть Вы хотите Вот Его Внимание Там Привлечь Например Например Потому что Ну допустим Вам Кажется Что Он будет Более Ну Более Более счастлив Например Да Более счастливее Там И так далее Более счастливее Вот Это Тоже Тоже Очень Такой Важный Аспект Как мне Думается На который Нужно Обратить Обратить Внимание Вам Само собой Само собой Вот Ну и Вот В целом Вот В целом Мы Подходим Здесь К Ситуации Когда Вам Нужно Определиться С Мотивацией Своей Вот То есть Вам Нужно Определиться С тем А для чего Я вообще Этого Хочу Вот Зачем Мне Это Для чего Мне Это Нужно Да Вот И Соответственно Ну вот Как-то Уже От Этого Можно Отталкиваться Отталкиваться Вот От этого Можно Отталкиваться И выбирать Свою Мобель Поведение То есть Такую Поведенческую Мобель Свою Можно Выбирать Вот Ну На мой Вгляд На мой Вгляд По крайней Мере Дальше Значит Расставание Для вас Может быть Травмой То есть Вы Ну Вы Можете Быть Травмированы Расставанием С Человеком Вот То есть У вас Просто Это может Как-то Вот Приснять вам боль Например Вам Вам Может То что Вы С Человеком Расстанетесь Если вы Что-то такое Чувствуете Если вы Что-то такое Ощущаете Вот То Имеет Смысл Имеет Смысл В этом направлении Поработать Имеет Смысл То есть Имеет Смысл Вам Вот Как раз Преследовать Этот Аспект Вот Значит Не хотите ли Вы Как-то Здесь Купировать Допустим Купировать Значит Вот Ну Какую-то Свою Труд Какую-то Свою Проблематику Вот Если хотите Этого Если хотите Купировать Свою Проблематику И Свою Свою Трудность То Опять же В отношениях У вас Это может Не получиться Ну Просто Потому Что Человек Может Не захотеть Пойти К вам Ну Пойти Вам На встречу Да Человек Может Не захотеть Значит Возобновлять С вами Отношения И так Далее Ну По-разному Говорить Но На самом Деле И Очень важно Это Понимать Очень Очень важно Это Понимать Вот Поэтому Свою Собственную Проблему Ваши Собственные Проблемы На мой Взгляд Желательно Решать Опять же Самостоятельно Без Без Привлечения Обязательно Человек Вот Ну И кроме того Это всегда Чувствуется Если Если Вы Что-то Делаете Для Там Допустим Для Нифу Да Вы это Делаете Для него Например Вот А На самом Делаете Для Себя То есть Это Всегда Чувствуется И Всегда Ощущается Тут В этом Смысле Тут Довольно Быстро Это Становится Ну Становится Явным Скажем Так Вот Поэтому Если Человек Это Увидит Если Человек Это Замечает Вот То Тоже В принципе В принципе Ничего Хорошего Ничего Хорошего Из этого Не Происходит Последнее На что Хотел бы Обратить Ваше Внимание Это На Чувства К Человек К Человеку Который Вы Испытываете Да То есть Что Что Ну То есть Что Это За Чувства У Вас Какие Это Чувства У Вас Вот Чувства Это Чувства Ваши Да У Вас Есть Чувства Как К Мужине Что Это За Чувства Вот Как Они Эти Чувства Ну Как бы Замечаются Вами Да Как Они Ощущаются Вами Чего Вы Хотите В этих Чувствах Вот Тут Тоже Нужно На это Обратить Внимание На мой Сгляд Потому Что Опять же От этого Зависит Ваша Модель Последующего Поведения То есть От этого Зависит Как По сути Как Вы Будете Вот Как Будете Общаться Как Будете Взаимодействовать С Человеком Там И так Дан Вот То есть Это Очень Такие Важные Важные Моменты На Которые На мой Сгляд Нужно Обратить Вам Своё Внимание Дабы Не обманывать Дабы Не обманывать Не обманывать Не обманывать Вот Не обманывать Сыну Человека Вот Да Не помню Смысл Что Вы Хотите Человек Обманывать В никаком Случа А Именно Смысл Чтобы Быть Искренне Искренне Быть С Эм С Эм С Опять же Если Как-то Вот Раскроется Эта История То Сложно Вам Будет Эту Ситуацию Вернуть Вернуть Назад Ну на мой взгляд По крайней мере Дальше Эм Если мы говорим О том что Вы Рас Вы Рас Алис То Соответственно Если вы будете вместе То Довольно Эм Эм Вероятно Довольно Довольно Большая Вероятность Есть Удовольство Расставить Снова Снова Вот Если Ну Опять Будете Встречаться Вот И После После Следующего Расставания Будет Сложно Довольно Таки Сложно Будет Вернуться Поэтому Надо Приходить К этому Вопросу Аккуратно Не тратясь Вот И В первую очередь Понимать И Помнить Что Значит Что-то В Вашем 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 Компакте Пошло Не так Раз Вы Вот Ну раз Это привело К нам Что вы Расставли Вот Вот Такой Ответ я могу вам с точки зрения психологии, да, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего опыта, вот, профессионального, и надеюсь, что вам это было очень интересно, надеюсь, вам было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постелаты для психотерапии, вот, по гармонизации отношений, по гармонизации своего собственного состояния, вот, и, соответственно, дальше уже можно будет о чем-то говорить, конечно же. Вот, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует...